Добрый день! Наконец-то я добралась до возможности озвучить то огромное количество видеосюжетов, которые я сняла уже теперь две недели назад, когда я волонтерила в школе в начальной, представляя российскую культуру. Вот праздники помешали, я бы сделала это, безусловно, раньше. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от того, что видите, потому что это школа, в которой я не работаю, в другом она районе находится, поэтому я имела право в ней снимать. И я вот показываю, что рядом со школой есть небольшой парк, в котором вот это здание под крышей, там столы стоят, там каминчики стоят, там можно разжечь и, как это называется, мяско пожарить себе. Рядышком, вот я приближаю максимально, это теннисные корты, ну и здесь различные оборудования, где детки могут играть, а мамы или бабушки посидеть либо в тенечке под крышей, либо вот на этих открытых лавочках, которые разбросаны по всему парку, чтобы сделать удобным посещение этого парка. То есть можно просто забрать ребеночка из школы и не стоять в трафике, пока машины движутся все из школы домой, а спокойненько отдохнуть на луне природы. А рядом с школой вот эта игровая площадка, потому что школа начальная, и деткам обязательно нужно бегать и шуметь в этом возрасте. И они после обеда все идут и позволяют себе шуметь, прыгать, бегать. Это нормально вне школы. А по школе, мы с вами говорили, можно только ходить пешком. А я зашла, вот немножечко прошлась по залу, где мы готовим, и воспользовалась временем, пока детишек еще нет, они пока заняты, будут парадом, концертом, а мы накрываем свои. Я заглядываю в библиотеку. Это библиотека для начальных классов. И вот здесь такая интернациональная школа. Она даже название, в своем названии содержит слово интернациональное. А это книжные полки, сделанные из кусочков материи. Через стекло не очень видно, но поверьте мне, это такое вот одеяло тематическое, которое американцы любят делать. Здесь маленьких деток готовят параду. Я вам показываю, что нас волонтеров кормили с утра завтраком, а попозже вот был небольшой перекус на ланч. То есть мы здесь не голодали, и мы заранее знали о том, что не нужно с собой никакую еду везти. Вас обязательно покормят. А мы немножечко походим по школе, посмотрим на те костюмы, которые детки приготовили, а я парочку слов расскажу о самой школе. Школа очень уникальная. Я сказала, что это интернациональная. Она называется Эзенхауэр Интернешнл Скул. И попасть... Таких две, кстати, у нас в Талсе. Из всего дистрикта, в котором 58 начальных школ, только две называются международными, потому что уже самые маленькие детки здесь изучают сначала два языка, а потом три языка. В этой конкретной школе детки учатся с уровня при К, четырёхлетки, и до пятого класса включительно. И очень большая нагрузка на учителей. В школе менее 400 детей, но на каждого учителя приходится по 19 учеников. Хотя в среднем по Талсе у нас стоит цифра 16. Среднее количество учеников в начальной школе на одного учителя. И мы совсем недавно с вами разговаривали с Лилией, о её дочечке Софии, которая учится в частной школе. И она озвучивала там цифру, которую за неё платит семья, за девочку, чтобы она училась в частной школе. И она называла две суммы. Десять платят в ту школу, в которой ходит её дочечка сейчас. А первая школа, в которую они планировали по ТИТ, там родители платят 17 тысяч в год. И для нас, кажется, эта сумма очень большая. Я заглянула в справочник по этой школе, и здесь на каждого ученика тратится практически 8,5 тысяч на каждого ученика. Но это тратят не родители, тратит дистрикт. Потому что школа вот такая, где нужно много активитей проводить, где нужно дополнительные учителя по иностранному языку. И попасть в эту школу достаточно проблематично. Со мной волонтерила и Светлана тоже. И она говорила, что когда они выбирали школу Саши, они просматривали рейтинг школы, они просматривали успехи. Кстати, если зайти на этот сайт, вы можете посмотреть, как детки выполняют тесты. И они даются в сравнении со всей страной и с дистриктом. То есть у них очень высокие показатели. Родители это видят. И они очень хотят, чтобы ребёнок учился в такой школе. Но она когда попробовала, она не смогла. Потому что очередь сюда на тест, чтобы пройти сюда IQ-тест и попасть в эту школу, родители занимают сразу после рождения ребёнка. Очередь очень большая. Но то, что вы простояли в этой очереди, это никакой гарантии нет, что вы попадёте сюда. Дедочек сюда отбирает талантливых, кроме тех, кто живёт в этом дистрике, кто территориально к ним относится. И у меня был случай, когда наша русскоговорящая дама жила не в очень благополучном районе, на севере достаточно долго, пока её дочка не закончила школу, потому что они территориально относились к лучшей школе ТАЛСА, в которой из обыкновенных детей делают очень хороших специалистов. Дети, которые пришли со средним уровнем, они заканчивают на отличную эту школу. И она знала, что девочка не 7-5, и если они переедут, её, скорее всего, в этой школе не оставят. И я в связи с этими знаниями заглянула на цены на дома, которые располагаются конкретно рядом с этой школой, в которой мы сегодня с вами и находимся. И вы можете тоже посмотреть, потому что когда школу смотришь, там ниже есть и дома, которые можно купить. То есть тут уже наши риэлторы подсуетились и в школьную информацию добавили, кому обратиться. Так вот, я посмотрела на эти домики. Район-то старый, поэтому, ну вот примерно как мой дом размер, то есть у меня 2500 square feet, а я там нашла самый большой 2285. То есть немножечко поменьше мой дом, но он в один этаж выполнен, построен в 1940 году, и за него просят 160 тысяч. Мой значительно новее, стоит 145 тысяч, сейчас может быть это. Но я посмотрела, там стоит сразу же и объяснение по цене на квадратный фит. 70 долларов за один квадратный фут, и это не квадратный метр, фут это 30 сантиметров примерно. 30 на 30 сантиметров стоит 70 долларов. Вот такая цена рядом со школой, потому что родители заранее знают, что ребенок может не пройти в эту школу. Лучше они заплатят за то, будут жить в этой школе, но ребенок будет развиваться рядом с одаренными детьми. Когда есть за кем тянуться, тогда и ребенок действует лучше, и они дают очень хорошие результаты. Это я показываю награды школы, и мы еще пройдем немножечко, вот здесь вот рядышком будет офис, то есть туда, куда родители приходят, что-то спросить, там куда сабститюты приходят. Наверное, потом покажется. А мы сейчас заглядываем в зал, где будет проходить интернациональный концерт. Детки пройдут по школе, вот вы видели, они все наряженные, все построились. Сначала парад, а потом вот здесь будет концерт, и смотрите, родителей очень много, и даже вот дедушка, который ходить уже не может, но он переживает за своего ребенка. Родители принимают самое активнейшее участие. Я показываю потолок, что акустика очень хорошая. И вы видите, что это у нас пятница утро, сколько много родителей. И это не только неработающие мамы, зачастую мамы не работают, вот он офис, куда зайти, вот в такой обычном офисе я прихожу, я говорю, вот она, я вам здравствуйте, дайте мне мои пампочки. Ну, чтобы представление было, обычно в тех школах, где я нахожусь, я снимать этого не могу. А по этой школе мы походили очень хорошо. Сейчас перед нами выступит директор, не выступит, а просто она зашла посмотреть, как мы готовимся. на второй год в этой школе это мероприятие у нее впервые, потому что проводится каждые два года. А мы наряжаем свой участок. У нас три стола, так же, как мы обычно делаем на Kids World. Я сказала, что в школе мероприятие проводится раз в два года, потому что каждые два года, так же раз в два года проводится общегородское мероприятие, которое я вам в прошлом году показывала. И сейчас я не буду с вами проходить по всем остальным столам. Я закончу это видео сейчас, потому что посмотреть и создать общее впечатление у вас будет возможность. Я просто на этих кадрах запишу какое-нибудь письмо или какую-то информацию. Я хочу сказать на совершенно другую тему, но я не хочу выбрасывать эти видео, которые я сняла, чтобы показать вам побольше, как другие национальности готовятся и как они сделали. Единственное, я хочу сказать, что у нас тут будет греческий мальчик. Он один, единственный грек. Он сам сделал этот стенд, но ему было скучно, и мы попросили его нам помогать, что он с удовольствием и делал. Великолепный мальчик. Он здесь учится. Надеемся, что и на следующем мероприятии мы с ним пересечемся. А сегодня с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.